Итак, друзья, добрый вечер. Сегодня мы в прямом эфире. Я очень давно не выходила в прямой эфир, вы это знаете. И я уже на протяжении четырёх недель нахожусь дома, на карантине, со всей своей семьёй, с моими родными и близкими, с моими дочками и няней. И хочу сказать, что это очень правильно и очень важно сегодня для каждого из нас. Мы будем сегодня обсуждать тему, которая касается всего мира, всего человечества. Тема, которая сегодня беспокоит всех нас утром, днём и вечером. И эта тема — коронавирус. И для того, чтобы быть более информативной, для того, чтобы дать вам правильный ответ на вопросы, я решила пригласить к нам гостя, можем сказать так. Человека, которого безмерно уважаю, человека, которого мы слушаем всей нашей семьёй — это доктор Комаровский. Не знаю другого доктора, которого я бы так слушала и слышала. Не знаю доктора, который мог бы так точно и чётко изъяснять информацию и давать её максимально понятно и доступно. Не знаю такого доктора, который мог бы ещё с чувством юмора так классно подавать очень серьёзные вещи. Поэтому хочется, чтобы Евгений Олегович сегодня для всех моих поклонников дал максимально больше информации и был полезным для каждого из нас. Как ваша жизнь? Как ваш настроение? Как ваш настрой сегодня? Как вы себя чувствуете сегодня? Знаете, я присоединилась буквально месяц назад ко всем телеграм-каналам, которые говорили о новости о коронавирус. И спустя неделю поняла, что я пребываю в ужасном настроении, что меня выбивают из колеи эти новости, что я не могу спокойно засыпать и просыпаться, что мне плохо от этого. Поэтому я отключилась от всего и стала выбирать людей, которые со мной звучали, резонировали одинаково. И вот я подумала, что доктор Евгений — это именно тот человек, которого я слышу и которого я чувствую, и сомнением которого я всегда согласна. Евочка и Тиля дома. Да, Тиля с утра до вечера находится у нас во дворе. У нас маленький дворик. Мы живем в доме. Поэтому Тилька занимается тем, что отдыхает, радуется жизни. А Евочка на дистанционном обучении. Ура! Ура! Ну, наконец-то! Привет! Ты таки нашла от меня запрос. Я уже думал, все, потеря. Шесть раз я тебе запрос отправлял, Марина. Я человек неопытный. Первый раз в жизни это делаю, понимаете? Ну, ничего страшного. Значит, не последний. Будешь тренироваться. Будешь тренироваться. Всему тренироваться надо. Во-первых, очень приятно познакомиться. Вы же там обиделись так, ну, просто так долго не общались. Так долго не общались, но я вам хочу сказать, что то, что вы делаете для нас, для всех, это большой вообще, большая благодать. И спасибо вам за то, что вы тратите время, за то, что вы тратите силы, за то, что вы вообще есть у нас, потому что на что бы мы могли еще опираться. Спасибо вам за это. Спасибо, Светочка. Я тебе честно скажу, что я, конечно, ждал, что ты меня в клип позовешь когда-нибудь. Дайте мне время. Не дождался. Ладно, давай. Дайте мне время. Давайте сначала разберемся с глобальными проблемами, а потом уже приступим к шоу-развлекательным программам. Мне кажется, что это одна из самых больших ошибок – считать, что жизнь остановилась. Это неправильно. Это неправильно. Расскажите о себе. Что вы делаете? Чем вы заняты вообще? Ну, смотри, я не могу быть, в частности, образцом, потому что ты же понимаешь, что как раз пока все сидят в самоизоляции, мне, наверное, не скучнее всех, как ты понимаешь. Потому что я даже не успеваю даже прочитывать все то, что мне пишут. Плюс сейчас развелось такое. Ну, вы сами все. Вот ты правильно начала рассказывать с того, что ты увидела огромное количество информации, да, которая тебе показалась страшной и так далее. Но дело в том, что люди все это смотрят и всю эту информацию присылают мне с криками «Доктор! А что вы про это думаете? А что вы?» И я тебе хочу сказать, что я иногда вот слушаю это, я вообще не могу понять, откуда повылазили все эти шарлатаны в таком количестве. Понимаешь? Вот такое впечатление, что все городские сумасшедшие, они сейчас просто сидят и пишут письма, как бороться с коронавирусом. Но весна же обострение. Наверное, наверное, да. Поэтому вот эта активизация среди весны, действительно, это ужас какой-то. В принципе, да. Но дело в том, что это же реально. И шизофрения очень обостряется весной. А тут, ну, короче, вот. Поэтому, зайки мои, первое, что самое главное? Действительно, относиться к ситуации достаточно спокойно. Рассматривать это, а не как трагедию мирового масштаба, а как неприятность. Причем неприятность временная. Да? И вот давайте для начала, вот я просто вот обращаюсь к тебе и привожу три конкретных факта. Вот три факта. А ты думаешь там, смотри, чем человек старше, тем больше у него риск умереть. Это понятно. Как логика. У мужчины, у мужчины шансов умереть больше, чем у женщин. Объясните сразу людям, почему? А мужчины вообще, они более чахлые, они больше курят, у них чаще опередия, у них неустойчивая психика. Мужики, в принципе, не будут. Ну, и изнашиваются они намного. Да, да, все правильно. И третье, и третье. Детям практически ничего не угрожает в плане. А теперь вздумайся. Вот смотри, давай представим себе, что я сейчас говорю не про коронавирус, а про жизнь. Жизнь. В обычной нашей жизни, чем человек старше, понятно, тем больше шансов умереть. Конечно. А у меня нет. И у женщины шансов выжить больше. То есть коронавирус – это наша жизнь, по большому счету. Понятно? И к этому надо очень философски относиться. Но мы же боремся почему? Почему? Потому что мы видим случаи, когда молодые тоже умирают. И нас это беспокоит. Ну, вот давай приведем, вот смотри, какой вот пример. И это надо всем очень четко понимать, кто нас сейчас слышит. Вот почему так бывает, что 7 миллионов человек получили прививку от полиэмилита, и из 7 миллионов один заболел полиэмилитом. Почему? Почему? Потому что… Потому что… Это не потому, что прививка плохая. Это потому, что есть люди, у которых возникают генетические дефекты против определенных вирусов. Просто их иммунная система не может с ними разобраться. Таких людей очень-очень мало. Очень. Ну, вот есть микроб, который там называется менингококк. Он вызывает менингит. Да? Вот менингит, вот тысяча человек проконтактирует с менингококком. Двое будут носителями. Да. А из 100 носителей один заболеет менингитом и умрет. То есть, вот у человека есть люди, у которых есть серьезные проблемы с определенными вирусами. И, к сожалению, медицинская наука не в состоянии вычислить этих людей. Но люди такие встречаются в популяции среди нас всех. Ну, с частотой там 1 на миллион, 1 на 20 миллионов, 1 на 100 миллионов. И тот факт, что болеют дети, например, вот в Бельгии умерла, по-моему, там 12-летняя девочка. Да, я слышала. Да. В Афранции там 16 лет был случай смерти. И причем никто не понимает почему. Опять-таки, вот смотри, еще вариант. Об этом тоже многие не задумываются. Вот человек умер от коронавируса, от, или с коронавирусом. Вот дедушка умер, простудился, умер от инфаркта или от гипертонического криза. Взяли мазок, нашли коронавирус. Он от чего умер? От коронавируса или от инфаркта? Понимаешь? Точно так же. Вот умирает 12-летний ребенок. А вы уверены, что он умер не от аллергии на антибиотики, которые ему умерли? Ну, понимаете, какая в чем проблема? В том, что люди воспринимают все слишком буквально. Вот вы им говорите, ребят, вы не переживаете особо. Да, это вирус. Да, он такой же опасный, как и все остальное. Но, когда мы так говорим, они собирают свои вещи и идут на шашлыки. И идут гулять, отдыхать на парк. И пактически нам с тобой. И нам надо найти золотую середину. Да, ведь между вот строжайшей карантином, да, и депрессиями, страхами. Потому что мы же... Ну, вот смотри. А у меня каждый день письма вот такого плана. Например. У меня ребенок с тяжелой формой ревматизма. Мы должны каждые две недели посещать своего педиатра. Нам не подбирают схему лечения. А нас сейчас не принимают. Или у нашего ребенка должен быть у нас рак. У нас цикл химиотерапии. Наш онкодиспансер закрыли до карантина. Понимаете? Или так далее. У меня куча девочек беременных пишут. Я своего врача уже два месяца не видела. И поликлинику меня не пускают. Понимаешь? И мы понимаем, насколько... А ты знаешь, что, например, сейчас в куче мест и региона вообще прекратили делать плановые привитки. То есть, получается, сейчас мы коронавируса боимся, да? Но у нас потом куча детей будет болеть как львшом и дифтерией, потому что они не привитки. То есть, нельзя же, как сказал тот же Трамп, нельзя обрезать, если хочешь обрезать ногти, не обязательно отрубывать пальцы. Понимаешь при этом? То есть, нам надо найти вот такую... Но другой вопрос в том, что все уже знают, и правительство все знают, что если людей не запугать, то они будут творить беспредел. И, естественно, дается команда, очень часто, средства массовой информации. Вы же скажите, как это опасно. Все и в результате люди от стресса и депрессии умирают, может, больше, чем от этого коронавируса. Это однозначно совершенно. Понимаешь? Потому что я вижу, как у человека 37,3, он уже поставил себе диагноз коронавирус, у него уже 180 давления на розном месте, он уже не знает, куда бежать. Понимаешь? Вы понимаете, вчера у нас был такой случай, я занимаюсь спортом, звонит мой директор и говорит мне, значит, у нас один из членов команды упал, просто лежит. Во-первых, его начало тошнить, а потом у него сильное давление произошло в груди. И он начал как бы кашлять, не понимая, что происходит, просто давит, и он не может дышать. И он говорит, спасайте, потому что мне плохо, вызывайте скорую. Я подняла всех на уши, вызвала скорую, приехала скорая, проверила его, узнали, что он ел. Оказывается, у него панкреатит обострился, и вот такие вот спазмы. Мы же всего этого не знаем. Мы сразу же, я уже думаю, боже, ка ёлки, ну началась вся команда, господи. Я уже начинаю перебирать, думаю, так, что делать, куда бежать. Ну, то есть люди, конечно, они все перепуганы, потому что слишком большой источник информации со всех углов идёт. И очень много информации, которая, она такая, очень плавающая. Я собрала тоже огромное количество вопросов, и я, когда их читала, думаю, блин, ну вот чтобы такой вопрос написать, это же что нужно в голове иметь? Ну, то есть нужно, то есть либо люди сильно необразованы, это раз, либо они запуганы, и они ничего не понимают, то есть они в панике. Потому что, в принципе, допустим, когда касается проблем каких-то там моих детей, я немножко становлюсь в ступор, я не могу собраться, понять, что мне делать. Я становлюсь глупой девочкой, которая просто, ну, хватается за любой канатик, чтобы себя как-то спасти. Поэтому вполне возможно, что от страха просто они перестают, ну, думать. И, конечно, им нужны такие люди, как вы, которые будут разъяснять и, ну, говорить им. Поэтому я считаю, что настолько важно то, что вы делаете ежедневно, настолько это значимо, и вот ваша подача, есть такой еще момент, что когда вас слушаешь, ты вроде успокаиваешься. То есть у тебя, если есть какой-то даже момент там депрессии, ты типа сел, послушал, так доктор Комаровский говорит, что нужно чуть-чуть успокоиться, просто посидеть и будешь ждать дома. Смотри, Светя, конечно же, и грамотность очень низкая, вопросов медицины присутствует, и это, кстати, очень широко используют. Вот всякие шарлатаны, продавцы никому не нужных лекарств. Это однозначно присутствует. Это раз. Второе, естественно, присутствует страх. Неграмотность плюс страх – это, конечно же, очень плохое сочетание. И я могу сказать, что если, можете я представить, сколько у тебя вопросов, можете я представить, сколько их у меня. И я хочу вам сказать, и когда я часто начинаю отвечать на вопросы, ну ты же наверняка смотришь эти ответы, то очень многие там пишут в комментарии, доктор, зачем вы отвечаете на глупые вопросы. Вот на самом деле это очень важно, чтобы люди не боялись задавать вопросы, даже если они вам кажутся глупыми. Потому что людей, которые реально понимают и могут спросить то, что действительно вот по-настоящему важно, таких людей очень мало на самом деле. И не надо. А так кто-то не постеснялся, задал глупый вопрос, а я ответил на него. И все стали немножко умнее. И поэтому для меня, для меня не важно, кто… Вам кажется, что это глупо, мне может казаться, что это глупо. Ничего страшного, вместе посмеемся, поулыбаемся. И знаете, глупые вопросы, они на самом деле делают нас умнее, веселее, образованнее и так далее. Поэтому задавайте, а мы будем отвечать, не переживайте. Ну как вот у меня мужик там пишет, что я у меня коронавирус, но я больше всего на свете сейчас хочу одного, я хочу женщину. Вот скажите мне просто, а мне можно вообще или нет? Вот это глупый вопрос или нет? Вот человек, разве обычный человек, должен знать ответ на вопрос, если можно при коронавирусе сексом заниматься или нельзя, понимаешь? А что тут смешно? Ну это же важно. А бедные шведы, как им жить вообще? А ты слышала, что он рассказывал, он в Бельгии, какой ужас, да? Тоже больше, чем втроем нельзя сексом заниматься. Втроем можно, а в четырем уже нельзя, понимаешь, что смартфон. Вообще как жить теперь? Я очень не понимаю. А еще мне понравилась история с березовым соком, она тоже была дико смешная. Значит, доктору Комаровскому буквально недавно задали вопрос, если я буду лежать под березой и пить, значит, березовый сок, меня не возьмет коронавирус? На что доктор Комаровский ответил, если березы будут не бывать, придете с компанией друзей, береза, каждая друг от друга будет находиться 2-3 метра, то будет зашибеть, вас ничего не возьмет. Так, доктор, значит, пойдем по вопросам важным. Ваше предложение, сколько времени это будет длиться? Ну, по крайней мере, все более-менее станет понятно, думаю, к середине мая, думаю, что к середине июня все должно более-менее стабилизироваться. Это мое представление. Я, опять-таки, вы понимаете, что загадывать очень сложно. Есть какие-то такие моменты, на которые очень сложно влиять. По крайней мере, когда в 2003 году был коронавирус, который назывался SARS, он не вырвался за рамки Юго-Восточной Азии, Китая и так далее. Но уже все ждали, что будет, ну, совсем трындец, и в другой раз и закончился. Вот резко. Потому что там был очаг в Гуанчжоу, и там в конце апреля уже была среднесуточная температура выше 30 градусов. И как только там пришла реальная жара, все стало намного лучше. То есть нам сейчас говорят многие, что вот, не надо на жару надеяться, потому что болеют и в Иране, и в Африке, и везде. Но мы должны понимать, что темпы распространения коронавируса в Европе совершенно несопоставимы с Лаосом, Камбоджей, Индонезией и так далее. То есть там, где жарче, вирус распространяется намного хуже. Ему труднее. Поэтому, если придет реальная жара, однозначно будет сдувить в лучшую сторону. Понимаешь? Поэтому на это надо рассчитывать все. Хорошо. Но вот говорят, что в Испанке, которая была в 1918 году, она продлилась два года. Что происходило тогда? Понимаешь, какая ситуация? Почему так была страшна Испанка? И почему коронавирус не имеет к Испанке никакого отношения? Уникальная особенность Испанки была в том, что, как любой грипп, она прежде всего поражала молодых здоровых людей. Погибала молодежь, погибали беременные, погибали дети. Понятно? А у коронавируса ничего подобного. У него гибель молодых людей – это все равно исключение. Это совпадение. Это какое-то сочетание факторов. Это какие-то врожденные болезни. Это реакция на лекарства. Но не коронавирус в основном все-таки самым интересным образом связан с возрастом. Я много раз говорю, чтобы люди услышали. Тогда для того, чтобы вирус вызвал болезнь, вирус должен найти в вашем организме особую клетку, которая ему знакома. Вирус не может сам размножаться. Он в эту клетку должен забраться, как вор в квартиру, забраться и там заставить вот эту клетку воспроизводить самого себя. То есть эта клетка начинает вирус производить. Понятно? Он сам раздражаться не может. И вот вирус находит такую клетку, коронавирус, в наших лёгких. Но для того, чтобы в эту клетку забраться, ему нужен особый белок, который находится на поверхности клетки. И вот особенность этого белка, что чем человек старше, тем этого белка у человека больше. Больше. Понятно? Но даже и 100-летние, и 90-летние, и 80-летние все равно выздоравливают. Понимаете? То есть, как я говорю вам, что если взять 100 бабушек в возрасте 80 лет, то 85 из них выздоровеют. Только 15 умрет. Даже из 80-летних бабушек. Понимаете? Поэтому не надо нагнетать. Не надо. Просто главное, что когда вы заболеваете коронавирусом, то вы к коронавирусу добавляете страх и стресс. Дальше. Вы начинаете запихивать в себя кучу ненужных лекарств. Вы начинаете дурацкие эксперименты. Вот это надо съесть, вот это надо закапать, эту клизму надо поставить, вот это надо себя какой-нибудь дрянью обмазать, вот давай мы попаримся, вот давай поингавируемся, вот давай то все. И получается. Страх плюс ненужные лекарства, плюс коронавирус, плюс додуматься, что в комнате надо проветрить, мало кому в голову приходит. Сидит человек в духоте, жрет всякую дрянь, обмазает, жрет кучу ненужных лекарств, потом имеет кучу осложнений, едет в больницу, а там не до него, потому что куча тяжелых больных, человек помирает. Так может быть не коронавирус виноват, а в том, что вы творили глупости, что вы довели себя до такого состояния. Так может надо каждому взять и послушать там доктора Комаровского, который записал вам целую инструкцию. Как надо себя вести, как проветривать комнату, что пить, что есть, какие лекарства можно, какие нельзя. И посидеть дома. Ну главное, скажите, посидеть дома чуть-чуть. Смотри, я, конечно, за то, чтобы вы все сидели дома. Но давай мы с тобой честно признаем. Вот мы с тобой честно. Первое. Огромное количество людей сидят в однокомнатных квартирах с человеком, которого они ненавидят. Ты это понимаешь? Вы берете кучу раскладов. Раз. Второе. Куча людей сидят в доме, и они понимают, что если они через неделю или через три дня не выйдут, им просто нечего будет есть. Или нечем будет платить за эту квартиру. Понимаешь, когда в Голландии, Икалии или там в Португалии, Испании, везде вводят и говорят сидите дома, то правительство тут же обращается ко всем арендодателям и говорит отменить на 2 месяца аренду. Мы с вас за это налоги брать не будем. Люди получают деньги за это, за то, чтобы они дома сидели. Понимаешь? Но сказать сидите дома, а когда люди спрашивают а аренду за что платить? А жить на что? Им же никто не говорит ничего. И я хочу, чтобы мы с вами понимали, мы с вами, чтобы мы не должны превращаться в политиков с тобой. Понимаешь? Мы должны людям давать советы, которые они могут выполнить. Вы сидите дома. Конечно, если у вас есть возможность, сидите дома сидите. Но если вы не можете сидеть дома, то вы же все равно должны головой думать. И когда вы выходите на улицу, то вы что должны делать? Ни к чему не прикасаться, уметь пользоваться лифтом. Если сон стоит, молодые здоровые, вы спуститесь по лифте пешком, возвращаетесь. Вы можете на кнопку лифта пальцем не нажимать, вы можете ключи достать из кармана и ключами эту кнопку нажать. Правда? Вы можете перед тем, как если в лифте в этом перед вами проехало 10 человек, там начхали, наплевали, там же вентиляции нет. Вы можете маску одеть перед тем, как в лифт заходить, например. Ну мелочи, казалось бы. Но это же люди. Вот поэтому, с моей точки зрения, я очень не... Вот как сейчас. Всегда... Вот мне сегодня буквально письмо написали, пришло письмо из Польши. Вот мне пишет, как бы, наши со всего мира. Вот они говорят, польское правительство, говори, вы издали закон. Люди не должны находиться на улице ближе, чем 2 метра друг к другу. И люди спрашивают, хорошо, мы живем вместе в одной квартире. Если мы вышли из дома и идем рядом, почему нам нельзя? Ну, конечно, вам можно, вы все равно вместе. Но правительство вот издает такой указ, понимаете? Ну хорошо, если Всемирная Организация Здравоохранения говорит, на улице маски не нужны, например, на свежем воздухе. Маски не нужны. А в Италии, Франции, Испании, если ты выйдешь из дома без маски, будет такой штраф, что тебе мало не покажется. А как вы считаете, нужно на улице маска или не нужна? Если ты не приближаешься никому ближе, чем на два метра, зачем тебе на улице маска? Что она изменит в твоей жизни? Ничего. Понимаешь? Все это. Поэтому понятно, что если ты идешь по улице, тебе маски не нужны. Но вы при этом не должны нарушать законы страны, где вы живете. Если ваше правительство сказало, чтобы на улице никого в маске нет, без маски не было, вы должны выполнять законы. И чтобы тут Комаровский не сказал, вы должны выполнять по-любому законы страны, в которой вы живете. Это однозначно защитить. Поэтому здесь все очень неоднозначно. Главное, что понимать, что маска, которую вы надели, любая, она не может защитить вас от вируса. То есть, если он в воздухе, понятно, вы его вдохнете, маска не защищает. маска нужна больному, чтобы он во время кашля, чихания разговора своими слюнями не обыгрывал. Не распространял. Все, маски, не бывает больные. Все. А если вы хотите, будучи здоровым, защититься от вируса, когда это надо? Когда вы не можете находиться далеко, когда вы вынуждены контактировать с людьми. Когда вы не можете контролировать, вы выходите, не контролируете, правильно? Правильно. Когда вы залазите, например, залазите в трамвай, условно говоря, где 100 человек, но маска вас не спасет. Вас спасет только респиратор. Респиратор с уровнем защиты как минимум ФФП-2. А для врача, который смотрит в горло больным или мазок берет или что-то делает, нужен уровень защиты ФФП-3. Ну, это уже специфика, но для эту тему отдельные лекции можно. Но большинству людей все, что надо, носить маски, если есть сомнения, любые. Мыть руки. Вот это главное, что надо понять, что особенность вот этого вируса уникальная, что он передается не столько по воздуху, сколько через руки. Что кашлянул в руку, взялся за что-то, взялся другой, заболел. Вот это. Поэтому, если мы не прикасаемся руками к лицу, если мы моем руки, мы резко уменьшаем вероятность заболеть. Ну, просто никакое государство не научит тебя и не заставит тебя руки мыть. Понимаешь? Это как, знаешь, как мне сегодня одна девочка написала, я так люблю эти письма читать. Доктор, как научить мужа мыть руки? Понимаешь? Вот как научить, если он отказывается. подряд в рогте. Ну, вот, 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 вот. Если ты своего мужика не научила мыть руки, если он не знает, зачем мыть руки, понимаешь? Если он этого не знает, уже все, уже ты опоздала. Это надо ребенка своего учить. Нельзя здоровенного мужика научить. Если ему не интересно, ну, ничего уже не получится. Другой вопрос в том, что мужчина, как мне кажется, нормальный, он темой отвечает от мужчины ненормально, что он отвечает перед Богом, совестью и своей, вообще перед всем вокруг за тех, кто от него зависит, за своих близких. Поэтому главное, зачем его надо научить мыть руки, чтобы он своих детей и своих пожилых родителей не убил своими грязными руками. Если у него нет мозгов, ну, так, конечно, ему уже коронавирус плюс дефицит мозгов это очень тяжелое осложнение. тяжелое смесь. Так, вопрос от моего продюсера. Нателла сказала, что очень важно его задать. Каким образом Китай победил вирусы довольно-таки быстро? Как им удалось без вакцины справиться с такой серьезной задачей? Ну, те карантинные меры, которые они ввели, это абсолютно армейская дисциплина. Статальный контроль за каждым человеком. Ни один человек не мог покинуть квартиру без контроля. Из любого дома, из любого двора есть только один выход. Перед тем, как ты выйдешь, у тебя измеряют температуру. Ну, короче говоря, ни один человек не мог перемещаться по населенному пункту так, как ему вздумалось. Все это строжайшим образом. То есть, они просто очень дисциплинированный народ сами по себе, правильно? Понимаешь, какая ситуация? Они не просто очень дисциплинированные. Знаешь, как любой народ может сделать дисциплинированным, если человек будет знать, что не будешь делать, тебе так по голове дадут. Понимаешь, тебя в тюрьму посадят, тебя расстреляют, в конце концов. Если ты знаешь, что у тебя коронавируют, ты знаешь, и ты выйдешь на улицу без маски, тебя просто расстреляют по законам страны. И поэтому дисциплина там поддерживается строжайшей вертикалью власти, абсолютным бесправием людей во многих ситуациях, у тотальным контролем за интернетом. Если бы там, в Китае, кто-нибудь написал бы в социальной сети китайской, ты же знаешь, там же Фейсбука нету, Инстаграма нет. Если бы там кто-нибудь в китайской сети написал бы, что все должны грызть имбирь и тогда не будет коронавируса, что все должны пить соду с медом и не будет коронавируса, этого бы человека в тот же день выявили. Понятно? И показательным судом засунули в клетку. Понимаешь? Чтобы он не размещал Фейки, не учил людей тому, что нет на самом деле. И это у них работало. Понятно? Вот это самое главное было. Плюс каждый человек получал, ну я просто почему знаю, потому что у меня много людей мне оттуда писали, я созванивался, вот мне девочка писала студентка, учится в Ухане. Она мне писала, что я получила вот бумажку на то, что разрешение завтра с часу до двух я имею право пойти в магазин. То есть каждый подъезд имеет своего... в общем. Ну а что сейчас происходит? То есть сейчас у них какой-то коллективный иммунитет выработался, они больше не смогут заболеть, как вы считаете? Смотрите, сейчас Китай... Опять же, мы должны все понимать, что экспертов по Китаю очень мало. Что Китай, как никто, умеет закрывать информацию от всего мира. От всего мира, да, да. Они, да, конечно, молодцы. Но на сегодня, на сегодня. Например, если ты прилетишь в Китай, то ты прилетишь, допустим, в Шанхай или Пекин. То есть они, во-первых, резко ограничили количество аэропортов, через которые с другой стороны можно прилететь в Китай. Раз. Во-вторых, они сейчас блокируют полностью, чтобы иностранцы, только китайцы, возвращались. Да, да. И каждый человек в аэропорту Шанхая или в аэропорту Пекина, пока ему не сделают тест и не убедятся, что это отрицательный, он в Китай не попадет. То есть на сегодня у них своих новых случаев очень мало. Почти все случаи это завозные. То есть они ловят тех, кто приезжает. Понимаешь? Но своих мало. Они есть. Но они единичные. Их мало. Ну и что еще тут очень важно? Понимаешь? И это то сейчас вот. Сейчас мы никто не знаем еще ответы на эти вопросы. И когда узнаем, я уверен, что всем станет легче. Я тебе сейчас объясню, почему вам всем станет легче. Потому что, если, когда начнут всем подряд делать тесты, вот всем подряд, и выяснится тогда, что у огромного количества людей уже есть антитилак к коронавирусу. То есть мы его переболели или перенесли, но у нас не было никаких симптомов. Вот сегодня, буквально вчера-вчера, немцы сказали, что они планируют 100 тысяч человек просто обследовать. Вот просто взять весь город 100 тысяч, ну и обследовать. И когда мы выясним, что оказывается, болеют все практически, а симптомы есть у одного из тысячи, может быть, понимаешь, и так далее. Мы сейчас этого всего не знаем. Вот в ближайшие несколько месяцев наука получит ответ на эти вопросы. И пока мы ответы на эти вопросы не получим, мы можем только гадать. Нам надо сейчас всем узнать. Первое. В каком количестве образуются антитила после перенесенной болезни? Перенесенной болезни. Раз. Как долго они циркулируют в крови и могут защищать нас от коронавируса? Их хватит. Но сейчас пока, когда сравнивают с предыдущим коронавирусом, с SARS, там год-два антитела живут в крови. То есть это первое. Второе. А за то время, что у тебя живут антитела, коронавирус меняется или не меняется? То есть он будет более-менее стабилен или он будет, как грит, меняться каждый год? И вот пока мы не получим ответы на эти вопросы, мы ни на какой другой вопрос ответа дать не сможем. Почему? Потому что если он не меняется, не меняется, если вирус стабилен, то будет сразу эффективная вакцина. Понимаешь? А может быть, она и не нужна, потому что человек просто сохраняет длительный иммунитет и ему просто это не нужно. Но человек, который переболел все-таки в итоге, он может переболеть еще раз или не может? Ну сейчас пока таких случаев практически нет. Потому что ну вот нет, есть большие сомнения, что человек может опять заболеть. Нет, доказанных нет, есть подозрения, но реально, по крайней мере, чтобы кто-то тяжело заболел коронавирусом, выздоровел и опять тяжело заболел, такого не было еще. Были случаи, когда человек вроде выздоровел, показал тест отрицательный результат, а через 3 месяца или через 3 недели у него сопли и вроде как результат опять положительный. Ну у него на копейку сопли и непонятно, то ли это ошибки теста, то ли что-то. Отличательного результата нет. Пока сейчас вроде как нет повторных заболеваний, но еще раз тебе говорю, это не ясно. Другой вопрос в том, что когда у тебя повторное заболевание, а в крови есть уже такой-то уровень антител, то повторное заболевание либо не разливается, либо оно очень-очень легкое. И есть вероятность того, что с вирусом все-таки все проконтактируют. Большинство даже об этом не узнает. И у нас у всех будет антитела рано или поздно, и вирус перестанет нас вообще волновать, он не будет для нас актуальным, понимаешь? И такой шанс тоже есть очень сильный. Просто у каждого вируса есть среди миллиона человек две-три жертвы, которые не имеют к этому вирусу иммунитета, и они погибают. И вот вирус сейчас, ну как зверь, который вырвался из клетки, ищет свои жертвы, которые к нему чувствительны, которые его боятся сильнее всех. Но пока что на сегодня, в целом, ну вот смотри, в Италии, в Италии заболело 0,0016 процента населения. Ну понятно. То есть если мы сравним, вот сколько людей живет, ну вот сколько в Украине сегодня, ты помнишь? В Украине. В Украине 667. Вот в Украине живет 40 миллионов человек. Заболело 650. Какая у тебя реальная вероятность? Ну мы же эти факты знаем, почему заболело 650. Мы же знаем это так, все очень... Потому что мы знаем по тому, что этим людям сделали тесты. Тесты, да. Если бы 40 миллионов людей сделали тесты, возможно мы думали о том, что у нас коронавирусу 39 миллионов. Знаешь, сейчас есть такая мысль о том, что у нас, понятно, что это не так, но не без основания говорят, что у нас не столько эпидемия коронавируса, сколько эпидемия тестов. Тестов. То есть только в США все фирмы, все фирмы, которые есть медико-биологического направления, начали активно производить тесты. Резко увеличилась заболеваемость. Понимаешь, ну понятное дело. Но хотя понятно, что и сам вирус, конечно, активно распространяется, но количество тестов тоже увеличивается сильно. Поэтому здесь все... Главное не нагнетать, понимать, что если ты не инвалид, если у тебя ты не глубокий старик, если у тебя нет серьезной патологии, то ты не в группе риска, и ты скорее всего с максимальной вероятностью совершая простые, понятные действия. Прохладный воздух, теплая одежда, много пить, не заставлять тебя есть, пробовать носик. И ты будешь все это делать, и ты за неделю максимум, за две сам справишься. Ну покашляешь, ну поболит у тебя голова, ну подумаешь, мало ли что. У каждого из нас это было в жизни, мы по сто раз все это переносили. Не надо тут, а вот если рядом с тобой, рядом с тобой пожилые родители, понятно, или человек тяжело больной, вот то для него, конечно же, это очень опасно, поэтому надо быть всем очень осторожным. Ну что значит очень опасно? Это значит, что если этот человек заболеет, то то, что для нас, для обычных людей желательно, вот это увлажнить, проветрить, напоить, для такого человека обязательно. То есть если старик заболеет и будет сидеть в сухой теплой комнате, типа если жрать хлеб с салом, то конечно ему будет плохо, понимаешь, а если ему дышать, там нечего. И так далее. На это надо обращать внимание. Вчера голландцы опубликовали очень интересную статью. У 80% голландцев, которые госпитализированы в отделении интенсивной терапии, у 80% лишний вес. Лишний вес. Понимаешь? Так, ребят, так вам, вот вам может быть коронавирус всему миру показывает, что надо что? Следить за собой, заниматься. Ну так вот это уже ты рассказывай. Что надо делать, чтобы быть молодой и красивой. До глубокой старости. Понимаешь? Ну что, так ничего не приходится делать, как заниматься спортом. С утра до вечера заниматься спортом. Детей заставил заниматься спортом. Почему заниматься? Потому что физическая активность делает из тебя человека. Потому что физическая активность стимулирует иммунитет, уменьшает, дает тебе, когда мышечная нагрузка вырабатывает гормоны, половые в том числе. Понимаешь? Женщина на человека становится похожа. Когда она спортом занимается, она сидит дома, пивнивает. В конце концов. В конце концов. Да. Поэтому это очень важно. Чтобы вот коронавирус... Надо уметь анализировать свои ошибки и делать правильные выводы. Понимаешь? С коронавируса. И государство должно делать выводы о том, что да, инфекции рядом с нами, что надо всегда быть готовым, что врачей... Что если у вас пожарные есть в каждом городе, и они оборудованы... Так и врачи-инфекционисты такие же должны быть. И запас костюмов, и запас масок, и запас лекарств. И ценить, уважать таких врачей надо. И эпидемиологов надо воспитывать и дружить, и чтобы они понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Это государство. А люди что должны понимать? Что надо следить за тем, какие у тебя параметры... Вот коронавирус, его минимальная передача от человека к человеку при влажности от 40 до 60 процентов. Сухой воздух вирус легко передается, влажный воздух легко передается. Именно 40-60 идеальные условия, чтобы он не передавался. Так, может быть, коронавирус с топоводом всем научиться, что надо руки мыть, что надо в комнате поддерживать параметры температуры, что спать надо не в духоте, а в чистой, прохладной комнате. Что ребенок твой лучше пусть спит в теплой пижаме под теплым одеялом, чтобы в комнате было прохладно. Вот это важно, понимаешь? И так далее. Так вот, может, люди, которые сейчас услышали кучу вопросов, типа слов непонятных, типа там вирус, бактерия, белок и так далее. Может, вы хоть поинтересуетесь, что такое иммунитет? Что такое белок? Да, слушайте, поучитесь, задавайте вопросы. Я вообще считаю, что сейчас очень классное время для того, чтобы заниматься самообразованием. Это же просто прекрасно. У нас не было возможности ни на что. Я говорю там о своих друзьях, о людях, которые в профессии моей, которые постоянно заняты. Они сейчас занимаются, учат языки, они сейчас там, я не знаю, лепкой занимаются многие. Писать картины начали. То есть, в принципе, очень благодатная почва для того, чтобы привести себя в порядок, быть красивыми, подтянутыми, чтобы женщины вышли после коронавируса такими, что ого-го, чтобы мужчины подумали, вот это, вот это было. Молодцы! Молодцы! Правильно! Которая жену мою сделала просто красоткой. Ну, то есть, всегда нужно, безусловно, вот у вас очень много оптимизма, это очень правильная подача. Я понимаю даже, откуда оно у вас. Вы весы, я посчитала, что вы рядышком со мной 15-го, у меня 18-го октября. И вообще, у весов всегда, всегда оптимистично все. Они всегда настроены на то, что все будет классно, что мы все равно с любой задачей можем справиться. И это, конечно, приводит к тому, что ты, ну, поддерживаешь внутреннее состояние, стержень такой в организме, у тебя есть, и ты чувствуешь себя хорошо. То есть, ну, это очень классная вообще такой стимул для того, чтобы жить, для того, чтобы просыпаться, я же говорю, быть в хорошем настроении, настрое, потому что от тебя зависит все равно огромное количество людей, потому что я сутками занимаюсь тем, что я объясняю своей команде, своим родным, близким, что все будет хорошо, что мы справимся, что у вас есть я, а у вас там есть много, ну, у нас все, в принципе, очень неплохо. Главное просто послушать элементарные вещи и просто придерживаться их. Они мне говорят, а кошка, если заразится, не заразит ли меня, спрашивает моя тетя? Я говорю, спрошу у доктора Комаровского, кошка может заразить человека или нет? Невозможно. Животное не заражает. Тут есть классная, я тебе сейчас расскажу интересную историю. Вот, ты, наверное, слышала об этом, что если в доме там есть кошки или собаки, то детям регулярно надо давать лекарства от глистов. Ну, наверное, ты это слышал. Хотя на самом деле собачьи глисты живут у собак, кошачьи у кошек, а человечьи у человека. Единственное... А у кошек и у собак разные глисты? Я не знаю. Но есть, например, такие глисты называются острицы, вызывают энтеробиоз. И вот оказывается, дети очень часто заражают щенят и котят острицами, и они очень страдают. То есть, на самом деле, кошки и собаки практически никогда не заражают детей, а дети кошек и собак регулярно, то есть, все наоборот, понимаешь? Вот то же самое из-за этого. Да, есть описан один случай в Сингапуре, там вроде как, где был подтвержденный случай коронавируса у мужчин, была диагностирована вроде коронавирус у его собаки, но вроде как очень легкий там конъюнктивит у собаки. Но ничего страшного, выживали, все выжили. Недавно вот написали похожая история только с кошкой была во Флориде, в США. Но еще раз обращаю внимание. Речь идет не о том, что кошка-собака заразила человека, а о том, что у кошки может быть тот же вирус, что у человека, но они им болеют легко, понимаешь? По крайней мере, никакого значения передачи вируса ни кошки, ни собаки не имели. А дети? Дети тоже. Дети, это же тоже особенность, например, коронавируса состоит в том, что вот если дети, это главные заразители, ну если так понятно, то есть дети заражают дедушек и бабушек. Дети. Вот это одна из самых больших проблем. То есть они приходят с садика, приносят инфекцию, заражают, а сами не болеют? Нет, они и сами болеют, просто у нас же сплошь и рядом наши сильно умные мамки приводят своего сопливого ребенка к бабушке и говорят, мне надо на работу, пусть он побудет с тобой. Понимаешь? И большинство наших бабушек и дедушек, которые умирают, они умирают от вирусных инфекций. Просто у бабушки сердце слабенькое, понимаешь? Она заболела от внука и уже она уже и умерла, потому что вот это причина смерти, когда пожилой человек с больным сердцем, с больным там, с диабетом или так далее, заболевает. Получается с садикой инфекцией, понятно. Да, и вот все это его убивает. Так вот, дети чаще всего заражают бабушек и дедушек. Понятно. Так вот, эпидемиологи на сегодня убеждены в том, что дети в распространении коронавируса практически никакого значения не имеют. Дети заражаются от взрослых, но сами они не болеют с большим количеством соплей, с кашлем таким, что от него чуни летят в разные стороны. То есть дети мало выделяют вируса и не играют особой роли в том, чтобы заражать взрослых. То есть главным образом все наоборот. Именно дети, детей. Поэтому вот такая ситуация на сегодня. Я поняла. Для чего нужен пульсоксиметр? Вот тоже все спрашивают. Для чего он нужен? Почему он должен быть в каждом доме? Нет, он на самом деле он не должен быть в каждом доме. Он должен быть может быть один на подъезд или один из два. Вот у тебя есть команда, да, команда. И вот кто-то из твоей команды говорит, вот какая вероятность того, что из твоей команды кто-то один заболеет тяжело и начнет задыхаться. Ну, вероятность и то не велика, но максимум один заболеет, а шансов, что трое заболеют очень маленькая. Но если они будут ходить вместе в баню, то, знаете ли... Нет, нет. Они могут вместе в баню заболеть хоть 50 человек, но вероятность того, что из 50 человек сразу два заболеют тяжелой формой очень невелика. Скорее всего и у одного. То есть они заболеют средней тяжестью легко. Но, если вот человеку реально тяжело дышать, вот ему как, вот надо понять, он тяжело дышать, потому что у него истерика, потому что ему страшно или потому что ему реально кислорода не хватает. Вот ответить на вопрос, хватает тебе кислорода или не хватает, позволяет пульсоксиметр. Если у тебя больше 95% на него, он показывает, значит, это ты псих, у тебя истерика, а у тебя все нормально. Если меньше, тебе нужен кислород. Так вот, не надо каждому иметь пульсоксиметр. Твоя команда должна знать, что у Светки есть пульсоксиметр. Если кому-то вдруг плохо, что маловероятно, понятно, то Светка передаст пульсоксиметр, померяя. Но Светке пульсоксиметром пользоваться после концерта нежелательно, я так понимаю, правильно? Когда она прыгала, попрыгала, села померить. Светка может с помощью пульсоксиметра постоянно контролировать свою здоровье. Например, Светка прислала утром тренажер, побежала, побежала, чувствует устало, устало. Тебе, после того, как ты какой-то комплексоксиметр закончила, тебе надо сделать какую-то паузу. Какая это пауза будет? Ну, условно говоря, ты сделала подход к тренажеру, да? После этого тренажера ты переходишь на следующий тренажер. Вот ты закончила этот тренажер, надела пульсоксиметр и смотришь. 94. Э, подожди, мне надо постоять, подышать. Не 30 секунд, а минуту. О, поднялась до 37, до 90. Понятно? То есть надо, чтобы было выше 95%. Если у тебя 94, у тебя сейчас низкий кислород. Тебе надо не коротиться делать следующее упражнение. А что? А, подышать. Светка номер отпрыгала. Отпрыгала номер, мажь за кулисы, подбежала на тело, копа, смесь из пульсоксиметр. Ой, говорит, Света, подожди, сейчас ты сделай интернет-гипчик между номерами не 5 минут, а 7 минут. А люди говорят, Светка, на сцену быстренько. А Светка такая, а Светка такая, выходит и говорит, стоять, меня Комаровский не пускает, у меня пульсоксиметр. Представляешь? Все, главное только нам договориться, чтобы процент имелись в продаже. Я поняла, я поняла. Просто недорогая вещь. Говорят, что недорогая вещь вроде. Копейки он стоит, копейки. На Алиэкспрессе 11-12 долларов хорошие. Что по поводу вакцины? Как вы думаете, год нам нужен? Сколько нужно времени? Полтора в любом случае, полтора, и то под вопросом. Под вопросом все разговаривали. Вакцин уже штук 50 придумали. Да. Но для того, чтобы вакцину массово начать выпускать, нужны клинические исследования на уровень иммунитета, на ее безопасность. Стандартный протокол исследований в лучшем случае год. И это надо будет нарушить еще кучу законов. Если все по правилам, полтора, а потом ее же надо еще напроизводить. Понятно? Поэтому, ну то есть, если их будут в нашей стране делать, мы получим. А если в какой-то, нам же надо будет в очередь встать. Правильно? Поэтому рассчитывать на вакцину полтора, два года, если повезет. Еще раз говорю, но я на самом деле, на самом деле, у меня нету большой убежденности в том, что она вообще понадобится. То есть, вы считаете, что мы переборем и так? Ну, по большому счету, выяснится, когда реально начнется объективная статистика, то есть, диагноз будет ставиться не только тем, кому тесты сделали, понимаешь, а всем. Когда выяснится, какое огромное количество людей переносят коронавирус вообще бессимптомно, понимаешь, то тогда люди поймут, если из 100 человек 95 вообще не замечают, что они им заболели. Зачем всех подряд прививать? Понятно. Зачем? Но, но, есть метод, называется иммуноферментный анализ, который позволяет определить количество антител в крови. То есть, любой человек, вот ты можешь сейчас, вот у тебя возникает вопрос, например, у меня есть защита от кори или нет? Вот ты спросила у себя, ты пошла в лабораторию, заплатила 10 долларов и через 5 минут тебе дают анализ. Получила результат. Антител от кори вот такого-то уровня. Тебе можно не прививаться. Очень важный вопрос, он касается, в принципе, каждого и интересует и меня тоже. Я выработала свою систему, когда мы приходим с магазина, с пакетами, мы обрабатываем все, но у всех вопрос, спросите доктора, как детально это делать? То есть, выбрасывать ли эти перчатки, с которыми ты принес, маска? То есть, можешь поэтапно рассказать, что мы делаем, когда мы принесли продукты из магазина домой? Что за тем? Первое, на что я все-таки хочу обратить внимание, перчатки ничего принципиально не решают. Потому что перчатки, на перчатки точно так же на перчатки сопли и слюни и точно так же перчаткой можно прикоснуться и к маске, и к волосам, и ко всему. Поэтому, на самом деле, а когда ты снимаешь перчатки, ты, как правило, их не умеешь снимать, а ты пачкаешь руки. Понятно? Поэтому, главное, самое главное, если даже у вас на руках, на руках вирус, то заболеть вы можете только, если вы этой рукой грязной прикоснулись к носу, к глазу, к рту. Вот это. Поэтому, говорил уже всем, играйте с детьми в такую игру со всеми. Идем гулять, руки в карманы, и попробуй выйти, и вот дойти до площадки, не высовывая руки из кармана. Вот понимаешь? Вот это очень важно. И ребенка взяли на руки, вышли сами. Об этом надо вот все время думать. Это раз. Второе, что я вам всем советую. Имейте перед входом в дом, перед входом в дом. Есть такая штука, сейчас опять-таки скажу, опять станет дефицит, называется дезинфицирующие коврики. Это такие коврики. Коврики на него можно налить, как у него. Они бывают липкие такие, да? Да, бывают липкие, но любые, неважно. Главное, это очень хорошо. Дальше. Что мне не очень нравится, когда вот мы начинаем дезинфицировать. Во-первых, когда надо дезинфицировать? Одежда и все остальное. Тогда, когда к тебе подходили люди. То есть, когда на эту одежду мог кто-то начхать. Раз. Или когда ты терся об что-то. Понимаешь? Об перила, об стенки лифта. Если этого всего не было, не надо нагнетать. Самый простой способ, конечно, идеальный, это иметь несколько комплектов одежды. Ну, словно говоря, ты пришла, и вот этот комплект, взяла его там на балконе и оставь. И он там пусть пару дней повисит. Потом оденешь, уже все, никаких проблем. Пару дней будет достаточно для него? Достаточно. И на самом деле, еще раз говорю, если на него никто не плевал, если ты не терлась, то на нем не будет такой концентрации никогда вируса, чтобы вызвать болезнь. Понимаете? То, что... И опять-таки, ну вот смотрите, вот пришли вы, допустим, да? Ну, пусть, допустим, на ботинках вирус. Ты же понимаешь, что если бы сняли эти ботинки и не взяли их в руки, ну и вирус. А если ты начинаешь тереть, мазать, терешь этот ботинок, потом этой рукой влезешь, волосы поправлять и так далее. То есть тут даже хуже может быть. Главное именно вот не перегибайте палку. Если есть солнце, вообще никаких проблем. Вот на солнце повисело два часа, все, уже все погибло. Понимаешь? Солнце реально убивает, все хорошо. Еще раз, самое лучшее, чем обрабатывать, это хлор, это белизна, отбеливатели. Это вот проверено уже, отбеливатели лучше всего. И это в том, что им надо вытирать. Но опять-таки, ну вот понимаешь, я бы очень не хотел, чтобы мы вот так сходили все с ума. Чтобы пришли с коляской, с прогулки, и у тебя, у тебя ребенок от хлорки задыхаться будет. А руки, а наши бедные руки, что с ними происходит? Вот поэтому я и рекомендую третятки надевать, именно когда вы убираете. Когда вы убираете. Вот начала уборку, начало что-то тереть. Опять-таки, что надо запомнить так в двух словах. Что если вы там смочили что-то хлоркой, ну и протерли, не торопитесь это вытирать. Оставьте так на 10-15 минут, чтобы оно постояло. Ну вот это все. Ну еще раз говорю, главное, чтобы ты пришла в этой одежде, чтобы ты ее могла куда-то закрыть. А дальше вариантов может быть куча. Ну есть дома кварцевая лампа. Есть, например... Кварцевые лампы работают же, да, они помогают? Да, они работают там, где нет людей. Понятно? Да. То есть, например, есть у тебя какая-то маленькая комната, маленькая комната. Ты взяла, поставила в этой комнате, повесила пальто, включила там кварцевую лампу, закрыла дверь, вот она стоит, стерилизуется. Но опять-таки, смотри, кварцевые лампы бывают разной мощности, понимаешь, ну, на разную площадь рассчитаны. Это надо все в инструкции почитать, что эта кварцевая лампа рассчитана на помещение, там, 10... Я тут, тут трудно давать инструкции, но главное, на самом деле, еще раз, чтобы вы все понимали. Загласна. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Огромное спасибо за ваши труды и старания. Огромное спасибо, что вы у нас есть, за ваш оптимизм, за вашу прекрасную улыбку. Пожалуйста, читайте стихи, вам они очень идут. Все люди требуют, чтобы вы читали по окончании, поднимали всем боевой дух. Это крайне необходимо. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Сегодня было много информации. Я думаю, что моим поклонникам это будет в любом случае полезно, потому что чем больше мы об этом говорим, тем больше люди понимают, и это очень важно. Значит, все супер. Значит, всем спасибо за то, что были такие активные, что вас было, по-моему, тут очень-очень много. Светка, оптимизм о тебе, все будет классно, и мы все это переживем, и забабахаем с тобой такой клип, что мы порвем всех. Я уже пошла думать над сценарием. Давай-давай, давно уже пора. Приходишь к такому, приходит медсестра к матерому доктору, можешь себе представить, боже мой, после этого... И говорит, и говорит, быть или не быть, вот в чем вопрос, доктор. Слава Богу, я думал, что я представил, как ты говоришь, и говоришь, раздевайся, ложись. Это всего лишь шоу-бизнес, доктор, мы в другой отрасли с вами, мы сейчас в отрасли жизни. Хорошо, уговорила. Спасибо вам большое, хорошего вечера, до свидания. Пока-пока.